Здравствуйте всем! Надежда, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я понимала, что звук хороший, не надо увеличивать микшер. Отлично! Я благодарю всех присутствующих сегодня в комнате, ребята, Людмилы, Светланы, Сергей, Татьяна, Ирина, Ларисы, несколько Вера, Алла, Алиса и много-много других, кто все-таки решил провести сегодняшний вечер с пользой для себя, познать, узнать что-то новое для себя. И я очень надеюсь, что в этом будет полезность и вы эти знания в будущем понесете не только, используете не только для себя, но и для своих родственников, возможно, любимых, а возможно, вы будете консультантом. Но это я чуть-чуть попозже расскажу. С благодарностью, Надежда, за то, что вы меня пригласили. Дорогие мои, заранее извиняюсь за то, что сегодня у нас незапланированная встреча, и это у меня уже пятая сессия на сегодняшний день, и, возможно, с языком немножко будут отклонения. Но я думаю, вы меня поймете, так как на сегодняшний день я консультант тех, кто действительно решил освободить свое прошлое от негативного влияния и решил выйти на новые вибрации, на новые уровни и, скажем так, не передавать негативный опыт своим потомкам, то есть своим детям и внукам. К сожалению, именно так работает Ее Величество Госпожа Карма. К сожалению, именно так работают те ошибки, которые мы нарабатываем в своей жизни и не осознаем, что эти ошибки мы тянем в сегодняшний день, а также передаем их нашим детям, и именно так работает тот опыт, а точнее выводы, которые мы сделали в своем далеком детстве. Если кто-то не согласен со мной или хочет поспорить, я с удовольствием увижу Ваше мнение. Но сейчас мне нужно Ваше намерение. По какому поводу, то есть почему Вы пришли сюда? Я понимаю, что по приглашению, но Вас все-таки что-то заинтересовало в сегодняшней теме, и, пожалуйста, раскройте мне понимание, что не так сегодня в Вашей жизни, что именно требует коррекции или помощи. Подумайте, пожалуйста. И очень важно, чтобы Вы выставили корректный, конкретный вопрос. Почему Вы здесь? Зачем? Сегодня у нас довольно-таки серьезная и очень глубокая тема. Не зря Вы здесь оказались. Просто так ко мне на вебинары, семинары, тренинги не приходят. По этой причине мне нужно на Вас настроиться. Для того, чтобы настроиться, мне нужна обратная связь. Прочитав Ваши ответы, я смогу понять, что у Вас болит. То есть, как правило, напишите, пишут ребята, свою боль. Напишите, пожалуйста, что у Вас не так. Почему Вы здесь? Причина. И мы будем начинать. Замечательно. Ребята подтягиваются. Здравствуйте всем нововошедшим. С Вами сегодня Ксения Бланк. Ребята, мы сейчас пишем, почему Вы зашли сегодня на вебинар. Что именно Вы хотите получить за сегодняшний вечер. Чему, возможно, Вы хотели бы научиться или написать свою боль, чтобы я могла энергетически на Вас настроиться. Так, для внука. Алла, для внука или из-за внука. Окей. Но можно было бы уже подробнее, да, из-за внука. То есть, внук что, болеет или там, не буду произносить. Слово не очень хорошее, да. Судороги в ногах. Хорошо. Литочка. Найти причину для внука. Ну, так некорректно. Еще, ребята. Как правило, не работается с третьим человеком, да. Скорее всего, Вы не понимаете направление энергии. Но, кто знает, может быть, у Вас там кармическая формула, очень такая нестандартная. И вот это по наследству Вы, не осознавая, передаете своим детям, а соответственно и внукам. Так, у Марины нет отношений. Еще, ребята. Делитесь, пожалуйста, чтобы я понимала, кто и что. Светлана Латышева. Проблема с деньгами и несчастливы дети. Окей. Валентина. Улучшение финансового благополучия. Отлично. Еще. По какой причине кто только что заходит, ребята? Причина, почему Вы здесь? Почему Вы заглянули к нам на огонек и решили присоединиться именно к Надежде и Ксении? Деньги. Очень такое непонятно. Деньги. Что? Денег много или денег мало? Или деньги Вас не любят? Любовь, Вы понимаете? Или деньги идут в разные направления? Или Вы не можете зарабатывать деньги? Что деньги? Деньги – это так же, как небо, свет, любовь. Так Алла пишет более конкретно. Найти причину в себе, чтобы не влияло на внука. Это очень просматривается и чувствуется вина. И это Алла признает. Отлично. Четко, ясно, конкретно. Вселенная, не забывайте, нас снимает по тому, как мы выражаемся, что мы говорим, что мы делаем. И все это называется информация, которая остается на нашем тонком теле. Елена. Продолжение рода. То есть, я так понимаю, Елена, нет продолжения рода. Там какая-то загвоздка в этом моменте. Окей, кармические задачи Валентина хочет узнать. Любовь. Вот четко. Благодарю, любовь. Не могу начать зарабатывать сама. У Вас появится возможность в конце этого курса. Я дам небольшую, маленькую возможность, если у Вас есть определенные суммы в кармической, извините, цифры в кармической формуле. Возможно, Вы можете быть консультантом. Но это нужно проверить. Марина начала зарабатывать после развода. Отлично. И такое бывает. У меня очень много учеников, они начинают работать, когда понимают, что причины неумения зарабатывать денег лежат в их отношениях с собственными мужьями. Потому что муж или спонсировал, или слишком много давал, или слишком много времени на себя забирал. И женщинам, как правило, не было времени, желания или не нужно было уделять на собственное развитие. В связи с этим не было денег. Окей. Сергей. С деньгами катастрофы все в жизни случается как назло против. Угу. Неправильно идет распределение. Скорее всего, Сергей, Вы не владеете законами денег. Это касается всех, кто пришел сюда с проблемой деньгами. Так, деток нет, а очень хочется. Люба, там нет у Вас девятнадцатки где-то. Да, в дополнительных числах, если Вы владеете расчетом квадрата Пифагора или в дне рождения. Потому что это напрямую связано с кармой, да, отсутствия детей. Со здоровьем проблем узнать кармическую формулу. Стар. Красивое такое имя. Стар. Окей, ребята. Благодарю всех тех, кто отписался. Я настраиваюсь на Ваши энергии. Именно с Вами, дорогие мои, я буду работать. Я буду передавать свою информацию. Именно Вы услышите то, зачем Вы сюда пришли. То есть какую-то, возможно, фразу, какой-то, возможно, момент, который повлияет на всю Вашу дальнейшую жизнь. Потому что я работаю с белыми ангелами, с архангелами, с владыками кармы. И у меня есть свои кураторы, есть свои учителя, которые меня ведут и направляют. И разрешают мне нести ту информацию тем, кому она будет очень и очень полезна. А так как у нас сегодня бесплатное мероприятие, Вы об этом прекрасно знаете. По закону мироздания ничего не бывает. Нельзя получить просто так. То есть мне от Вас нужна обратная связь в виде ответов или в виде Вашего. Вы раскрываете себя для меня. Лариса пришла, потому что проблем нет. Можно поприсутствовать. Да, Лариса, конечно, с удовольствием. Проблем нет. Классно. Я очень рада, что находятся среди нас те, у кого проблем нет. Это класс. Так, дрожь прошла. Хорошо, потому что идут положительные энергии, поэтому дрожь прошла. Ирине нужно больше радости. И чуть выше я. Так, в талантных есть девятнадцатка. Ну вот, Любовь. Вот Вы не раскрываете свои таланты, как только Вы раскроете их или как минимум начнете их раскрывать, все у Вас налавится. Марина. Хорошо, ребята. Ну, теперь, чтобы еще ближе познакомиться с Вами, кто уже был на моих бесплатных вебинарах, пожалуйста, единички. То есть не впервые слышат меня, мой голос видит меня, слушает. Единички. Кто, возможно, заглянул на огонек, совершенно случайно попал, но уже принимал участие в моих программах. По саморазвитию. То есть у меня их достаточно много. Это разнообразные тренинги на повышение самооценки, тренинги энергетического эмпиризма. Я работаю очень глубоко и плотно с раскрытием истинного предназначения, с задачами, которые человек несет в этой жизни. Также работаю с проблемами из детства. Пожалуйста, двоечки поставьте, те, кто уже был на моих платных программах. Ну и, конечно же, работаю с погружениями. Если брать конкретное направление, я кормолог и могу видеть жизнь, прошлую жизнь другого человека. Это не секрет. Это направление давно получило свое широкое развитие. Эту систему давным-давно доказали физики-кибернетики, вплотную биологи-физики работают с этим. И если кто-то по какой-то причине не верит или сомневается, это ваше право, ребята. Время – это такой элемент, который нельзя стереть и нельзя убрать. Оно скоротечно. То есть это не субстанция, которая постоянно находится в движении. И когда мы проходим по ленте времени, совершая какие-то поступки, говоря какие-то слова, продумывая определенные действия, мы идем вперед. Но след, который остается сзади за нами, вот этот энергетический след, вот именно на этом следе, или назовем его шлейф, на нем остается та информация, которую мы продумали в тот прошлый момент времени, час назад, год назад, в момент нашего рождения, возможно, через пять лет после нашего рождения, сделав определенный вывод там в детстве. И потом успешно забываем об этом. Так вот, мы двинулись по ленте времени вперед, а след информационный, он остался на этом шлейфе. И если он несет в себе негативные элементы, то есть любую негативную информацию, этот след уже считается гирей прошлого опыта. И, к сожалению, негативно влияет на нашу сегодняшнюю жизнь. К чему приводит? К тому, что вы только что написали. Это может быть проблемы со здоровьем, это могут быть недостатки в деньгах или неумение зарабатывать эти деньги, это может блокировать развитие талантов, это также может блокировать отношения с вашим любимым человеком и не развивать эти отношения. Что любые отношения – это развитие, это шахматная игра. Шах, шах. Не надо делать никогда два шага или три, а потом жаловаться, почему партнер мне не отвечает. Вы сделали ошибку, вы сделали три шага против правил игры. Так вот, дорогие мои, вот эти все информационные моменты, они тем или иным образом перебрасываются в наш сегодняшний день, то есть здесь и сейчас. И представляют в виде энергии комплексы, эмоции, негативные привычки, определенного рода убеждения, которые тянут, не дадут развиваться, не дадут достигать целей. Это могут быть программы, а также там, на информационном шлейфе содержатся задачи и уроки, которые мы должны пройти, но мы по каким-то причинам, находясь здесь и сейчас, отказываемся от этих задач, от этих уроков и слушаем соседку Машу или там президента Сашу или еще кого-то. Забываем, что у нас есть собственная душа, забываем, что у нас есть собственное мнение, интуиция, забываем о нашем внутреннем потенциале, совершенно не понимаем свои собственные задачи и таким образом мы смещаемся с того пути, который был изначально при рождении предназначен для нас. Кем предназначен, возможно, вы спросите? Творцом, ангелом, высшими силами, потому что у каждого из нас есть своя задача. Дорогие мои, кто знает свои задачи, пожалуйста, кто уже работал с раскрытием своего собственного потенциала, напишите пару слов по этому поводу. Если вы чувствуете, что у вас есть талант, но вы его не раскрываете, напишите, пожалуйста. Если вы хотите раскрыть свой талант, напишите. Ваши подозрения, что у вас есть, если вы чувствуете, что у вас нет таланта, напишите, что вы думаете по поводу своего потенциала и своего таланта. Так, Люба хочет раскрыть свой талант. Замечательно, Любочка. Людмила даже знает, что хочет. Замечательно. Вдохновлять людей. Четко, ясно, конкретно. Сейчас будете просчитывать свои числа, чтобы понимать, кто вы вдохновитель или талантливый человек. Как узнать, какие у меня задачи. И с даты рождения Лариса. Это элементарно узнается. Сейчас я расскажу пару слов, почему из даты рождения. Не знаю, что хочу. Алла, если я не ошибаюсь, вы писали по поводу вашего внука. К вашему внуку вот эти вот не знаю, не знаю, хочучки, которых нет, они не передаются. Пару слов о том, что, дорогие мои любимые, если вы на сегодняшний день не понимаете, что вы хотите, вы не знаете, вы просто как-то плывете по течению, без понимания, что делать, как делать, куда податься, чем заняться. Это говорит о том, что вы просто-напросто с собой не знакомы, к сожалению. По этой причине мне нужно знать. Вот вы, насколько вы знакомы с собой по 10-ти балльной системе. И сейчас мы проверим, насколько вы знакомы с собой. Итак, 10 баллов или 9 ставят те, кто прекрасно владеет знаниями своей энергетической матрицы, то есть своего отпечатка судьбы. Понимает, какие цифры у него где находятся и что эти цифры обозначают. 7 и 8 баллов ставят те, кто знает квадрат Пифагора и дополнительные числа. Потому что именно в дополнительных числах у нас скрыт наш потенциал, наша задача на эту жизнь. И так же инструменты. 7 или 8 баллов. Кто знаком с собственным. Мы сейчас говорим про свой собственный квадрат Пифагора, про числа, которые там находятся, про дополнительные числа, то есть про задачи. Отлично. Шестерочки ставят те, кто просто когда-то там рассчитывал квадрат Пифагора и понимает, что у него в той-то ячейке там столько-то, там-то, столько-то. Пятерки, шестерки, возможно. Четверки ставят те, кто хотя бы что-то знает о себе. Ну, хоть что-то. Вот рядочком с четверкой напишите, что вы знаете о себе. Как вы знакомы со своим потенциалом. Вы понимаете, к чему у вас лежит душа. О чем вы мечтаете? Вы знаете свои мечты, как минимум. Ну и понятно, единички, двойки ставят те, кто вообще не понимает, как Алла, что хочет в этой жизни. Любой знает. Окей. Отлично. Какие все разные. Марина пишет, талант есть, хочу узнать про себя больше. Замечательно, Марина. Ну, тогда, Марин, ко мне на консультацию, я вам расскажу столько интересного о вас. Я не думаю, что 40, более чем 40, человеком, находящимся в этой комнате, захочется именно о вас услышать. Я очень сомневаюсь в этом. Хотя с радостью бы рассказала. Итак, десятки есть, и это очень радует. Есть семерки, есть четверки, есть единички. То есть все вы разные. У каждого из вас чуть-чуть того, чуть-чуть того. Дорогие мои, на самом первом уровне, на самой первой чакре, если мы говорим о тонких телах, находятся наши эмоции. И если на сегодняшний день, к сожалению, вы не отработали со своими эмоциями, вы с ними не справились по разной причине, это говорит о том, что болезни и этого уровня, то есть ноги, малый большой таз, колени, возможно стопы, у вас будут болеть. Вам нужно разобраться, где вы неправильно сомционировали, и если вспомнить информацию, которую я дала 5 минут назад, про вот этот энергетический след или шлейф, который оставляет в пространстве наше тело во время движения вперед. Мы уже здесь и сейчас, а там сзади у нас энергия. Если вы не справились, если у вас что-то там болит, это говорит о том, что вы зацеплены еще на эмоциях. И нужно правильно уметь с этими эмоциями разбираться. К сожалению, у каждого из нас свой набор неправильных или негативных эмоций. И сейчас я не смогу вам преподнести, как их отрабатывать, куда направлять. Если кто-то захочет с ними справиться, вы придете ко мне на консультацию, и мы легко от них освободимся. Это на первом слое то, что касается болезней в нижней части тела. Дальше мы идем на вторую чакру. Это вторая ячейка в квадрате Пифагора, так как многие из вас уже знакомы с ней. Кто-то поставил шестерки, а значит вы знаете, что у вас достаточное количество двоек. Те, кто не знаком, можно легко просчитать. Посмотрите свою дату рождения. Сколько у вас там двоечек? Если две и больше, это говорит о том, что у вас достаточное количество энергии, и вы на самом деле энергетически потенциальный человек, и вы можете этой энергией работать. И если, к сожалению, у вас много этих двоек, но вы до сих пор не умеете ее правильно отдавать, у вас будут проблемы второго уровня. Это какие-то внутренние заболевания. Это как минимум. Плюс проблемы с деньгами. дорогие мои. Потому что блоки на втором уровне, на уровне второй чакры, на уровне ячейки квадрата Пифагора это проблемы с деньгами. Значит, вы не знаете, как их зарабатывать, или не понимаете, через что их привлекать. Или вообще, что с этими деньгами делать, когда они приходят. Ну, например, как у меня был человек, он не знал, куда их инвестировать. И еще одна женщина у меня пришла с проблемой, что она неправильно распределяет деньги в своей жизни. Она это чувствует, но она не может по-другому. И вот это уже кармическая проблема, мы об этом чуть позже поговорим. Сама научите. Хорошо, Марин, я научу, я согласна. Заходите ко мне на курс, я вас научу. Да, два месяца нужно. Два месяца. Семь методик. Надежда вас предупредила, что я вводю семью методиками. Окей. У Аллы есть. Алла вот четко написала. Благодарю, Алла, за обратную связь. Энергии нет. Вы неправильно распределяете энергии. Я уже сказала. Идем дальше, ребята. Продвигаемся вперед. Третий уровень. Солнечное сплетение. Наша третья чакра. Третья ячейка Пифагора. Кто помнит, кто знает, что и это тоже денежная чакра. Денежная ячейка. И если по какой-то причине у вас в жизни не хватает денег, ну или другие проблемы, о которых я сказала выше, это говорит о том, что у вас есть блокировки именно в этой области. За что отвечает наша третья чакра? Не только за мысли, правильно кто-то подумал, но и за те выводы, которые мы сделали в детстве. А значит, нам нужно работать с выводами, с отпечатками, которые были по той или иной причине поставлены, как штамп, да, вот пятно в детстве. и мы несем это здесь и сейчас. Ну, например, убеждение, что деньги – это плохо. Или, что большие деньги есть только у тех, кто крадет у народа. Такое классное заблуждение, недавно вытянуло у человека. Или еще, что деньги – это несчастье. Слышали это, да? Для кого-то покажется странным, но вот именно это сидело у человека на подсознании. Если кто-то владеет информацией о деньгах, о третьей чакре, напишите мне, пожалуйста, энергия и денег – это что за энергия? Поделитесь со мной своими знаниями. У кого это пять двоек? У Керчелаева Владимира срочно ко мне. Владимир, если вы до сих пор не зарабатываете, вы сливаете свой потенциал, я не знаю куда, с пятью двойками просто так сидеть в четырех стенах, не отдавая свой потенциал, не будучи знакомым с собой, что я умею, что я знаю, ну, никак нельзя. То есть пять двоек – это огромный энергетический потенциал, и его правильно нужно распределить. Ну, как если бы у вас было пять миллионов. Вот у меня четыре миллиона, например, то есть четыре двойки. И представьте, что я закрываюсь в четырех стенах и начинаю мои четыре миллиона тратить на мою семью. Извините, они зажрутся с этими четырьмя миллионами. Вот когда я это поняла, что я просто не имею права это делать, вот тогда у меня уже пошло очень большое развитие. На сегодняшний день у меня более 350 учеников, которые обучаются индивидуально, и каждый месяц у меня новый тренинг. То есть свой потенциал я вкладываю в знания. Ни одной двоечки, Ирина, а сколько у вас троек, четверок или пятерок? Возможно, шестерок. Ну, о шестерках мы поговорим дальше. Окей. Выбрасывает, а не может деньги, уходит, улетает. Вы неправильно распоряжаетесь аллой деньгами. Поэтому у вас проблемы со здоровьем. Марина, то же самое, да, три цифры и больше в квадрате Пифагора не имеет значения, какие это три цифры, говорит о том, что вы правильно должны перенаправить. Про двоечки мы поговорили, ребята. Теперь смотрим дальше. Ваши тройки, мысли или отпечатки из детства. У кого есть тройки? Я прошу заметить, что здесь учитываются тройки или двойки, которые просчитываются и в дополнительных числах. Кто умеет рассчитывать дополнительные числа? Мы с вами находимся уже, извините меня, в 2017 году и быть незнакомым со своими пальчиками, да, то есть не знать, сколько у меня пальчиков на руках и какие фаланги работают, а какие не очень. И на ногах, ну это, это просто, ну не знаю, как это назвать. Вот то же самое, не знать своего квадрата Пифагора. Я его не буду, ребята, разбирать. Да, но в квадрате Пифагора находятся цифры, даты рождения, и цифры дополнительных чисел. Молодцы. Отлично, Владимир, зарабатываете, придете. Ну я рада, хорошо. Если зарабатываете, значит будем перенаправлять вас правильной дорогой, если вдруг не туда зарабатываете, потому что есть возраст души, когда уже пора правильно зарабатывать и становиться на правильный путь. Марина, троечки, три тройки, отлично. Ну вот, три тройки, Владимир. Вот, ребята, у кого есть тройки, внимание сейчас, и вы не зарабатываете по каким-то причинам, это то же самое, что у вас стоит тарелка супа, и вы предпочитаете этот суп есть вилкой, а ложка лежит рядом, в поле зрения. Представили? Так вот, у тройки, если она не зарабатывает деньги, это говорит, что у нее неправильные мысли, или отпечатки из детства, которые связаны с деньгами. Вот те самые убеждения, я выставляла вам файлик, о которых я говорила. Какие-то программы негативные, которые вам не позволяют зарабатывать достаточно денег в вашей жизни. Это понятно. Надеюсь. Пошли дальше, дорогие мои. Четверки. То же самое. Смотрим. Четвертая чакра, сердечная чакра, четвертая ячейка Пифагора. Что и кто у нас живет в четвертой ячейке Пифагора? Или на четвертой чакре, в чакре любви? Кто мне скажет? Кто догадается? Я прочитала имя девушки, да? Любовь. Ну, я знаю, поняли, да? Сами живет там любовь. И если по какой-то причине у вас есть четверочки, а вы не любвеобильный человек, вы не любите себя, вы не принимаете мир, вы не знаете, как с этим миром взаимодействовать, ну, тогда вы не раскрываете четверки, вы закрыты, сердце ваше просто закрыто. Кстати, для четверок не обязательно две или три, достаточно одной. Норма четверок – одна цифра. Всего-навсего. Обязательно нужно быть в союзе, да, с четверкой, дружить с ней. Если вдруг у вас нет, это редкое число в квадрате Пифагора, то есть не наработано по тем или иным причинам, вам обязательно нужно работать с проблемами, которые связаны с сердечной чакрой. То есть раскрывать любовь или к людям, или к себе. А значит, раскрывать приятие мира, таковым, какого он является. Повышать свою собственную ценность. И если, внимание, по какой-то причине у вас есть четверки, а вы до сих пор не раскрыли свое творчество, хотя внутри вы понимаете, я владею, я, да, у меня есть потенциал, у меня что-то есть. Вот вы не раскрыли. Значит, вы не пользуетесь своим потенциалом. Если у вас нет четверок в квадрате Пифагора, но вы хотите раскрыть свое творчество, у вас по каким-то причинам не получается, палки в колеса, какие-то события, кто-то позвонил, что-то случилось, деньги ушли не туда, кто-то умер, поломался холодильник, машина, утюг, да, и деньги сливаются не в том направлении. У вас нет четверки. Значит, вы просто неправильно идете по жизни, вы не можете слышать свое собственное тело. Это из-за отсутствия четверки. И вот сейчас, у кого нет четверок в квадрате Пифагора, то есть в дате и в дополнительных. Я вас вот так вот заочно приглашаю на квест-тур на побережье Адриатики в мае месяце, который уже многие из моих учеников прошли в сентябре, буквально пару месяцев назад. То есть они наработали эту четверку, они раскрыли сердце через специальные практики, энергетические в том числе, через упражнения, через другие практики работы с родом, мы подняли свою энергетику и вскрыли вот этот потенциал творения. Ну, это я так заочно, да, для тех, кто планирует в дальнейшем развиваться, повышать свои вибрации, увеличивать свой доход, раскрывать свой потенциал, развивать свой талант. Из того, что я перечислила, кто что хочет, напишите мне, пожалуйста. очень сильно хочет развивать свой талант, раскрывать потенциал, нарабатывать любовь к себе, к людям приятия, правильно направлять энергию, зарабатывать хорошие деньги кому что ближе. А я пока почитаю ваши комментарии. Так, 31,4. Так, Ириночка, а у вас дети есть, которые 0,6, 0,1, 59? У вас 3-е доп. число, это 13, 19, извините, 19-ка, я уже говорила сегодня, да, о кармическом числе, 19. Ну, кроме того, что бесплодие у женщины может быть, да, это оттуда все, из тех времен. Еще может быть бессилие, например, вы хотите силу наработать, да, и как будто вы что-то делаете для этого, там, занимаетесь, инвестируете в себя, конкретные действия, но ничего не получается, вот это бессилие, если я правильно рассчитала. Так, Ирина, детей нет. А, так я в точку попала. Ну, вот так я считываю даты рождения. Я в конце обязательно для всех интересующихся отвечу. Ирина, ну, просто мой вам совет, да, у вас шестерка есть и 19-ка в третьем доп. числе. Заходите ко мне на консультацию, потом, Надежда, в конце вебинара, чтобы не заполнять чат, да, сбросит вам. И я вас просто правильно проведу, да, мы правильно проработаем эту ошибку прошлого. Так, Марина, потенциалом пользуется и творчества много. Отлично. То есть, четверка есть и Марина этим всем пользуется. Я рада. Марин, замечательно. Вперед. То есть, использует свои четверки. У Ларисы четыре единицы. Не буду сегодня говорить о единицах, потому что о них можно говорить долго, и это займет половина нашего времени. Это вообще желание, наш потенциал, да, наши хочучки, я их называю, наш положительный, хороший, здоровый эгоизм, вот это единицы. Но в единицах может быть много недостатка, то есть, негативный эгоизм, неправильные желания, то есть, не свои, не из сердца, не из души, а чужие желания и так далее. Вот, когда много единиц, это много, посмотрите на файлик, много убеждений, которые передаются от кого-то. Валентина хочет развивать талант, зарабатывать отлично, Любовь хочет иметь хороший доход, через талант отлично, через заказание консультативной помощи людям. Ну, Любочка, к вам, вам, ко мне на, на курс, на курс, который я сейчас веду, третий поток, где ребята становятся консультантами. Я им отдаю мои методики, мои семь методик, которыми я владею. Так, Валентина, ага, ага, хорошо, остальное все по единичке. Ну, восьмерка есть, есть кармическая восьмерка, ребята, две минуты буквально, пока остальные пишут, по восьмерке. Вот у Валентины она вылезла. Восьмерка, нет, в квадрате Пифагора она есть, а восьмой чакре якобы нет. Это заблуждение, восьмая чакра есть, и она находится в нашем теле. Восьмая чакра, это кармическая чакра. И вот карма, ребята, внимание сейчас, кто пришел с вопросами по карме сюда. Карма начинает работать с четвертой чакры. Вот именно там, в чакре любви, кармические негативные отпечатки, связанные с прошлым, они разделяются. То есть половина этой чакры относится еще к нашему детству, к каким-то там проблемам любви из детства, из этой жизни, я хочу сказать. И половина уже не из этой жизни, а из прошлой. То есть та информация, которая осталась на энергетическом поле вашей души. И она перетянулась по вот этому шлейфу вам в эту жизнь. И об этом могут говорить неправильные отношения в семье или отсутствие вообще каких-либо отношений с партнером. Чтобы вы понимали. То есть если у вас нарушена вот эта область жизни, и причем вы пытаетесь что-то для этого делать, ну, например, как у меня женщина, ей 30 с небольшим лет, она четвертый раз собирается выходить замуж. Как вы думаете, есть проблема или нет? Или это нормально для такого возраста и вообще? То есть это проблемы в сердце. Что-то ее там держит. Ну, мы зашли в прошлое воплощение, посмотрели, что и как использовала. Она, будучи мужчиной, получается, ее душа очень сильно использовала женщин в своей жизни. Не очень хорошо использовала. И вот это наказание ей передалось сюда. И теперь она не может ни с каким, причем мужчины, все мужья, они все разные. Она ни с кем не может найти общий язык. Ни с кем. Информация осталась на информационном поле, перетянулась в эту жизнь, она живет с ней же. И, к сожалению, ничего самостоятельно, вот кто хотел, я самостоятельно с этим работаю. Замечательно. Я рада, работайте дальше самостоятельно. Через лет 10-20 у вас получится. Возможно. Возможно, не получится. Но я работала с этими моментами лет 7. И сегодняшняя моя задача, дорогие мои, показать людям мира, что и с кармическими моментами, и с проблемами из детства, и с эмоциями, и с раскрытием потенциала, вот эти 7 лет, которые я вложила, это можно сократить максимум до года, но также до 3 месяцев. То есть поработать от 3 месяцев до 12. Что вы думаете по этому поводу? Кто согласен, кто не согласен? А я пока почитаю комменты ваши. Так. Сереж, вы пишете раскрыть потенциал, зарабатывать деньги, здоровье восстановить. А что это подать и определить, я, видимо, пропустила. Да, все это видно подать, и то есть видны ваши ошибки, предыдущий файл. То есть вы живете, Сережа К, в негативных моментах, вы не понимаете, что вас блокирует, вы не осознаете своих ошибок, вы не знаете, что именно вам нужно изменить в себе, и таким образом исправится ваше здоровье. То есть это еще как бы низший уровень. И вот как только здоровье исправляется, потому что именно здоровье нам всем указывает, что в нас не так, потому что тело – это проводник нашей души. То есть душа в теле, она должна где-то жить. Вот она присела на тело, она большая, а тело на самом деле меньшее. Душа – это вокруг. Но это дом души, в который она на самом деле не помещается. А если кто-то думает, что она внутри? Нет, она снаружи. Тело – это проводник. И проводник дает вам, Сергей, знать и всем тем, кто по той или иной причине страдает от болезней, что с вами происходит что-то не то. Вы не то делаете, не то думаете, или направлены не на то. То есть ваши мысли, ваши действия направлены не туда. Ну, как у меня тоже был Сергей, кстати, который всю свою энергию, то есть тот потенциал, который был в нем, руководителя потенциал, потенциал лидера, потенциал организатора, он направлял совершенно, ну, не туда, я не буду говорить, чтобы не раскрывать все карты, вообще никуда. И вот мы его переправляем. И человек этого не понимает, потому что он не знаком со своими пальчиками, он не знаком со своими цифрами, он не знаком со своими энергией. Вот так же и вы можете ошибаться просто из-за того, что вы не знакомы с самим собой. Вы знаете свои привычки, вы знаете, что вы любите есть, вы знаете, в какой квартире вы любите жить, вы знаете, какую погоду вы предпочитаете, когда идете гулять. Но вы не знаете, вам полезно ставить цели, или это вам вредит. Вам полезно, например, раскрывать себя с чужими людьми, или это вам вредит. Полезно ли вам, например, общаться с ангелами, хотя я могу сказать, что полезно всем, но вам полезно раскрывать силу, имея ангельскую энергию в своей матрице, или все-таки вам надо с этой силой что-то сделать, имея энергию потенциала, и направить ее в правильное русло. Вот если вы знакомы с собой, то есть вы знаете все свои пальчики, фаланги на пальчиках, тогда да, вы живете правильно, вы, во-первых, здоровые, во-вторых, вы не молодеете с годами, извините, не стареете с годами, а молодеете, как я. То есть сколько вы мне лет дадите на моей свежей фотографии? На самом деле мне намного больше, потому что я исполняю свое предназначение, все те, кто исполняет предназначение, они возраст назад отматываются, вот так построена Вселенная. Плюс, исполняя предназначение, мы параллельно проходим свои задачи на этой планете, эти задачи прописаны в нашей цифре рождения, и с цифр рождения можно построить 3-4 матрицы, в том числе матрицы здоровья, в том числе узнать задачи и так далее. Вот, такой момент. Так, Лариса пишет, я здоровый эгоист. Классно, такая открытая душа Лариса, классно, это очень хорошо. Заявить о себе, вот так во всеуслышание, причем вот, я здоровый эгоист, классно, это пятая чакра раскрыта. Лариса, мне кажется, что вы будущий консультант. Вот такое ощущение у меня. Дальше, еще у нас есть одна Лариса. Окей, значит, вторая Лариса. Я вижу у вас две шестерки. Мы дошли до шестой чакры, пятую пропустили, я потом к ней вернусь. Кто общается, тот получает информацию. Для Ларисы, две шестерки, это шестая чакра. Это видение, это слышание, ясно понимание, понятно, где она находится, да, в голове, область третьего глаза, так называемого. Вот, но, к сожалению, две шестерки говорят о карме, причем о хорошей карме, о тяжелой карме, в плане, хорошей карме, в плане тяжести. Хорошо, что у вас не три, но если просчитать цифры, соединить их, давайте это вместе сделаем, 10, 21 и 8, это 29, это 11 выходит, нет, не будет, не будет третьей шестерки, значит, у вас только две цифры. То есть, вам нужно сделать, как минимум, два погружения в своей жизни, обязательно, потому что именно ошибка заложена там, те, у кого есть шестерки, в том числе, в дополнительных числах, или восьмерки, или там другие цифры, я чуть попозже о них скажу, говорит о том, что ваши проблемы не в детстве, ваши проблемы в прошлом воплощении, и они тем или иным образом, вот по тому шлейфу, перетянулись сюда, здесь и сейчас. И именно по этой причине, вы не получаете желаемого результата, хотя, возможно, для этого делаете довольно-таки много. но тот же сосед Паша или тетя Маша делает в 10 раз меньше и получает больше. И вас вот эта вот несправедливость немножко задевает и удивляет. Почему? Они делают меньше, а получают больше. Вот это из-за шестерок и восьмерок, дорогие мои. Буду рада, если кто-то еще напишет, ну, кто знает свою дату рождения и внизу пропишет доп. числа, я расшифрую. Так, на проработке у Любови ушло 7 лет. Любовь у меня тоже на проработке ушло 7 лет. Вот по этой причине я здесь, потому что я знаю, что эти 7 лет можно сократить до 3, максимум 12 месяцев. И именно эти результаты написаны на блоге Ксения Бланк английскими буквами, которые можно прочитать, найти блог и именно там ребят отписываются, что они получают на моих консультациях или в процессе работы со мной. Марина тоже молодец. Марина, значит, вы исполняете свое предназначение, вы идете своим путем. Совершенно верно. Прогулка по матрице, а мала же просто прогулка по матрице. Ну, прогулка просто, понимаете, гулять надо с пониманием, а зачем я там гуляю, что я хочу там найти и вообще дальше что. Вот я знаю, почему я погуляла по матрице, по одной, по второй, по третьей. Потому что есть такая цифра 20, если кто-то с ней знаком, да, это кармические ошибки рода. И если она стоит в предназначении у кого-то из вас, кто знаком с матрицей, она говорит о том, что этот человек архитектор кармических судеб. И вот сейчас перед вами, с вами точнее разговаривает архитектор кармических судеб. Я этого до недавнего времени не знала. Я подозревала, чувствовала, я просто увлекалась кармой с 18 лет и постепенно нарабатывала какие-то определенные опыты в своей жизни, проходила определенные уроки с пониманием того, что все, что происходит в моей жизни, оно мне нужно. Я была как губка, я впитывала знания, я получала огромное количество того, что со мной происходило, я его впитывала, я его не отторгала, не убегала от этого и не боролась. Ребята, у кого желания не исполняются, вы делаете одну из трех ошибок. Или боретесь, или отторгаете, или убегаете. Не надо этого делать. Принимайте, потому что это ваш опыт. И я это все принимала. А лет 7 назад я узнала, что я архитектор кармических судеб. Когда уже работала с людьми, когда уже работала консультантом и повышала потенциал вибрации других людей, раскрывала предназначения других людей, показывала им правильный путь, освобождала от негативных эмоций, улучшала здоровье и так далее. И когда я узнала, что я архитектор кармических судеб, у меня как бы все пазлы, последние, которых не хватало, они выстроились в огромную, красивую, шикарную картину. И я начала целенаправленно работать с кармой. Что делаю на сегодняшний день? И моя цель – освободить миллионы и миллионы людей этой планеты от их кармического долга. Помочь. То есть не я освобождаю, а помочь им освободиться от кармического долга. То есть проработать правильно уроки, а значит вывести на более высокие вибрации, сделать человека потенциально высокого уровня, а значит счастливым, гармоничным, процветающим и достойно проживающим на этой планете. Вот это моя цель. Если у кого-то есть желание написать свою цель, кого-то я вдохновила, и кто-то загорелся этим желанием, напишите прямо сейчас в чат свою цель, а я с вашего позволения выпью воды. Любовь пишет две шестерки, а восьмерок нет. Владимир пишет. Ух ты! Так, ага, это прописал весь квадрат Пифагора. Пять двоек, три тройки, две пятерки, две семерки, две девятки. Замечательно, Владимир. А что же вы тогда хотите? Я забыла, что вы выше написали. Почему вы пришли, да, на этот вебинар? Почему вы? Потому что я очень глубоко анализирую тех людей, которые тем или иным образом притянулись ко мне. Замечательнейшая психоматрица. Ну, я не скажу, что я такое вижу впервые, но это очень редкая психоматрица, то, что я вижу у вас. У вас гениальный потенциал, две семерки. Ребята, кстати, у кого еще две семерки, я надеюсь, будет интересно. Интуиция. Очень высокого уровня интуиция. И если вы, имея две семерки, игнорируете свой внутренний голос, продумываете логически, поступаете по, из смысла логики, а не из чувства интуиции, тогда это неправильно. Вот. Одна девяточка, две единички. Супер. Владимир, вам бы с энергиями поработать, погонять какие-то энергетические шары. Такое ощущение, что вы лекарь. Чувствую. Чувствую у вас целителя. Да, да, да. Тело, мое тело очень хорошо раскачано, оно дало понимание. Кстати, обязательно четверки нарабатывать. Да, вот чего не хватало. Четверок не хватало. Володь, да, приглашаю в мае на квест-тур на Адриатику. Самый очень популярный курорт, где мы загораем, ходим в горы, разрабатываем свое тело, делаем практики. Так, 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 так. Обязательно спортом. Значит, совет Владимир, обязательно спортом заняться, причем хорошим спортом, чтобы четверок еще наработать в квадрате Пифагора. Аллах, дорогая, у вас дата рождения 28, вот поэтому у вас и плывут все проблемы. Это отсюда. 28 на сегодняшний день, это кармическая, именно она включилась, это цифра, всех остальных тоже касается, ребята, у кого в доп. числах 28 число. Она включилась буквально последние 2-3 года в карму. То есть раньше, до 15-го года, или до 14-го, она не была кармической. Это цифра. Я сейчас говорю про цифру. То есть ребята, имея 28 в своей, в своей дате рождения, не отрабатывали никакой кармы. Все было нормально. Сейчас, когда я погружаю людей с 28-й энергии, там чего только не найдешь. И месть, и самоубийство, и убийство детей, то есть самые тяжелые грехи, которые вообще человечество может совершать. И потом, когда человек умирает, чтобы вы поняли, как работает карма. Кому интересен этот вопрос? Сейчас ушки так откройте. Слегка. Широко не надо. Кому интересно, как работает карма? Когда в прошлом совершена ошибка, месть, убийство, обида, измена, неважно что. Человек продвигается по ленте времени, приходит к своему логическому заключению, то есть к смерти. И вот в момент смерти, он в любом случае осознает, что в его жизни было что-то неправильно. И делает вывод. И вот этот вывод, душа забирает в следующую жизнь. на основе той ошибки, которая была совершена. И вот теперь я вам делюсь секретом, что делаю я, в отличие от других кармологов. Я вот эту ошибку беру, вот этот вывод беру, и накладываю ее на эту жизнь. И вот отсюда мы раскручиваем все узлы, мы раскручиваем правильные дорожки и убираем, зачищаем это все. Кармологи это не делают. Другие кармологи, я знаю, потому что я ходила на консультации, они просто показывают картинку прошлой жизни. А человек сам должен решать потом, что делать. Это неправильно. Так же, как мы идем к психологу, психолог нам выдает информацию о том, что случилось в нашем детстве, мы с этим и так пришли больные, угнетенные, пораженные, какой-то там в депрессии. А психолог дает еще больше вот этой вот грязи, еще добавляет туда ведро, извините меня, гнилой воды. И мы вот с этим грузом идем домой, не понимая, что делать. Не делаем ни практику, не дает психолог, не дает никакого решения толкового и так далее. Вот кармолог тоже, я бы сказала, немножко нагружает той картинкой, которую вы видите, которую он вам помогает увидеть. Я не останавливаюсь на этом, я разгружаю. То есть я даю четкое понимание, если мы работаем с детством, мы заменяем картинку. Детство – это обязательно в моей практике. И для этого мне не надо работать с человеком 5 или 10 сессий. То есть это 20 минут, мы заходим в картинку, ее разбираем и меняем отпечаток. И если это неправильное воплощение, мы узнаем вывод души и я помогаю накладывать человеку на эту его жизнь. И исправляем уже ошибки этого воплощения, исходя из того, что не так – здоровье, деньги, отношения, или возможно просто хочется раскрыть потенциал и выйти на новые вибрации, быть лучше, чище, моложе, красивее, ездить каждые 6 месяцев в разные страны отдыхать, хотя бы на недельку, купаться в морях и загорать в солярии, в спа. То есть мы можем себе это позволить. Мы, я имею в виду, все люди. Все люди, кто действительно стремится исполнить свои задачи, кто стремится в этом мире кем-то быть. Так, Марина пишет, желание исполняется практически всем. Мартиночка, замечательно. Я очень рада, что они есть. Сережа пишет, что из этого следует. Там шестерка у вас и пятнадцатка, да? Энергия агрессии, Сереж, это видно. Давайте вещи своими, коль вы ко мне пришли и вы откровенны со мной, я буду с вами откровенны. Пятнадцатая энергия, Сережка – это энергия дьявола. Да, и вы ее, скорее всего, неправильно используете. То есть вы видящий. Дьявол, что он видит? Он видит. Он, что делает, извините. Он видит. Видит насквозь другого человека. То есть это рентген. То есть вы видите другого, но вы его, вместо того, чтобы сканировать и дать ему правдивую информацию о нем, вот как я вам сейчас даю правдивую информацию о вас, вы, скорее всего, скорее всего, я извиняюсь, если я не права, вы его осуждаете, возможно, обвиняете и так далее. То есть вы выражаете негативную энергию, имея в своей матрице пятнадцатое число. Энергию рентгена дьявола. Если эту энергию переделать на энергию потенциала, то есть видеть человека насквозь, вы тогда сможете лечить, возможно. А может быть, сможете еще и быть телепатом. И ваше здоровье, Сережа, ваше тело физическое, оно показывает на то, что вы не исполняете своего предназначения, к сожалению. Вы его прячете. Только непонятно, от кого и для чего вы его прячете. Так, хороший комментарий, Володя, я поняла. Ага. Цель, Марина, отлично, что написали. Я вам так телепатически послала. Какая же ваша цель, если у вас все желания исполняются? И вы мне уже отписались. Максимально раскрыть свой потенциал. Марина, я с удовольствием вам в этом помогу. Тем более, что если ваше желание исполняется, что вы такой положительный, такой яркий человек. Вообще, вот я должна сказать, Марины, да, у меня очень много Марин, девушек, женщин. Вам как-то легче все дается, чем Татьяна и Светлана. Вот как-то легче. У Марин это получается вот так вот, со щелчка. Захотела, получила. Вот, про Алла не знаю, Алла не было. Вот, Марин у меня очень были, у них очень отличные, хорошие результаты. Так, Аллочка, по поводу 28, я вам сказала, это кармическое число, его нужно отрабатывать. Но кроме 28 у вас еще шестерки нет, но вот только восьмерка получается. Но что-то есть там поглубже, то есть более глубокий расчет. А потом Надежда даст ссылку, я думаю, что вам будет полезна информация, которую вы узнаете о себе, придя ко мне на консультацию. Да, Владимир, ну, наверное, для того, чтобы мы пообщались, поэтому вы здесь и оказались. Я еще раз повторяю, все, дорогие мои, сейчас уже в комнате более 50 человек, что сюда не заходят, то есть ко мне на встречи, просто так люди не попадают. У меня идет очень конкретный отбор, то есть мои ангелы, архангелы, высшие силы, мои кураторы, они пускают или приводят сюда только тех детей, кто готов меня услышать, кто может меня прочувствовать и самое главное, кому я смогу помочь. Только тех, только те допускаются сюда, на вебинаре. Не важно, платные, бесплатные, на платные тренинги, только те люди. Если потом в процессе оплаты или в процессе занятий возникают какие-то сомнения, это просто комплекс этого человека из-за того, что заблокированы определенные энергии или цифры из даты рождения. На самом деле отбор есть. Кстати, у каждого из вас то же самое. Если вы доверяете своим высшим ангелам, у каждого они есть, ребята, особенно у тех, у кого в матрице десятки, у кого там десятое число, в дне или в месяце, возможно, в дополнительном числе. Это вас окружает ангел. Надо пользоваться этой энергией обязательно. Если вы игнорируете этим, то у вас не будет роста, к сожалению. У вас, как слепого котенка, несколько раз мордочкой пихнут в молоко, испачкают, а потом от вас просто откажутся. Поэтому нужно услышать. Ангелы есть у всех. И вот эти ангелы, они вас сюда допустили ко мне, а значит, что я чем-то могу вам помочь. Но уже от вас зависит, захотите вы эту помощь принять от меня или проигнорировать. И впоследствии захотите ли вы этой помощью воспользоваться для улучшения своей жизни или решите нет. Я не пойду к Сине Бланке, я пойду так к Марине Мироновой, например. Это выдуманное имя, не ищите Марину Миронову. Это первое, что пришло мне в голову. Просто Марина так на слуху у меня. Марина написала мне свою психоматрицу. Замечательно, две шестерки. Мариночка, срочно ко мне. Две шестерки есть, восьмерка есть. Три погружения вам необходимо сделать. Со мной, не со мной, не важно. Вам необходимо понять, какие причины, чтобы раскрыть свой потенциал. Если у вас на сегодняшний день уже исполняется желание, если это та Марина, о которой я думаю, ага, их несколько, все, я поняла, то вам нужно дальше его раскрывать. Едем дальше. Лариса. У Ларисы две девятки. Лариса, до девяток мы еще не дошли. Это тоже девятая чакра. Она тоже находится в нашем теле, как и восьмая чакра. Я не буду о ней рассказывать сегодня. Кто захочет, придет ко мне на уроки и узнает. И говорит о том, вот у любых, да, ребята, ко всем относятся, у кого несколько девяток, две и больше, особенно если больше. То есть девятки говорят о том, что вы имеете полное право и потенциал снимать информацию из канала, из божественного канала. Что такое божественный канал? Это информационное поле, где заложено все, о чем мы хотим знать, о том, что было или о том, что будет. И когда девяточки, да, можно я вас так назову, кто владеет двумя девятками и больше. Когда вы хотите о чем-то узнать, вам не нужно читать книги, там, понимать все эти конспекты, запоминать, кстати. Вам нет необходимости запоминать. Вам достаточно снять оттуда информацию. Если вы на сегодняшний день не умеете, не владеете этим, не получается, вы задаете вопросы, а ответы не приходят. Это говорит о том, что у вас есть комплексы, какие-то программы, какие-то убеждения, которые я с удовольствием вам помогу проработать, убрать и освободиться от этих комплексов, чтобы вы могли заходить в канал и получать оттуда важную для себя, а возможно и для мира информацию. И уже дальше зависит от вас, вы хотите этому научиться или проигнорируете той информацией, которую вы получили. Это я говорила для девяток, в том числе для Ларисы. Любовь. В прошлом предательство матери, слава высших сил, не понимаю, как это понять, что в этом воплощении очень хорошее отношение, опыт получен и осознан. Замечательно. Хорошо. Сергей не может найти предназначение, я вам это и сказала. Агрессия есть, я это сказала. Ну, то есть, ребят, вот Сергей написал то, о чем я сказала про его цифру. То есть, мы уже разобрали слегка дату рождения Сергея. Здоровье пропало из-за загубленной нервной системы. Ну, не владели знаниями о себе. Вот как сейчас многие люди, которые по той или иной причине откладывают, да, вот они думают, да нет, я пойду поем, это важнее, или я пойду там фильм посмотрю. Это важнее. Или пойду там, ну, погуляю, это важно, да, быть наедине с природой, быть в единении с природой, это важно. Но иногда мы совершаем действия, то есть, сливаем свою энергию туда, куда не надо этого делать. И забываем о том, что познакомиться с собой, таким, каков я есть, это намного важнее. И что именно в эту область, то есть, инвестировать в себя, необходимо больше, нежели там куда-то, там в другой бизнес. Хотя, открою вам маленький секрет, так как тренинги законов, денежных законов, я выставляла файлик впереди, да, я тоже веду, и я прекрасно знаю, что инвестиция в другой бизнес, это тоже необходимо. Но это составляет 10%, всего-навсего. И 10, максимум 15% себя. Вот. И сейчас те, у кого не достает денег по какой-то причине, ну, например, зайти ко мне на консультацию или попасть на мой обучающий двухмесячный курс на консультирование по семи методикам, да, вот, вы просчитайте, пожалуйста, цифру, которую вы зарабатываете в месяц. Умножьте эту цифру на 12, давайте все вместе сейчас сделаем, умножьте на 12, то есть за месячный заработок или доход ваш умножьте на 12, то есть на год, да, получится. Теперь умножьте на 10, а теперь зачеркните, пожалуйста, последний нолик, последний, то есть получится 10%. Так вот, вот эта цифра, которая получилась, ребята, вот именно ее вы должны были на сегодняшний день инвестировать в знания о себе. И ответьте сами себе, на вопрос, вы это сделали? Если вы это не сделали, не жалуйтесь, что у вас болит то, что у вас не получается это, что у вас потерялось, или кто-то умер, или кого-то украли, или что-то сделали. Это та цифра, которая за последние 10 лет необходима. У меня она получилась чуть больше, приблизительно 80 тысяч евро. я в себя инвестировала за 70 лет, ой, за 7 лет, извините, за 7 лет. Так, так, Марина, 28, Марин, я не думаю, что у 50 человек в этой комнате 28, да, есть цифра 28, про шестерочки я уже сказала, это кармические моменты. Если вы хотите знать, вот про 28, про шестерки, про девятки, еще, ребята, у кого 36, еще одна кармическая цифра. Кстати, вот я вас приглашаю на тренинг, который состоится 17 декабря. Тренинг называется «Задача нынешнего воплощения», на котором буду подробнейшим образом рассказывать значение каждой из кармических цифр, будь то 19, будь то 13, будь то 6, 8, там еще очень много подводных камней в карме. То есть, все это подробно я расскажу. Плюс, я еще даю технологию распечатывания шести видов кармы, которая непосредственно к человеку не относится, то есть, ее нету в дате рождения, но она есть в карме Земли. Я всех вас буду знакомить вот с кармой Земли, потому что мы, к сожалению, живем на этой планете. Если у кармы, если у Земли есть карма, значит, и мы в какой-то степени ее тоже отрабатываем, мы ее дети. Если кто-то не согласен, извините, но это так. Я буду рассказывать о психоматических и психических заболеваниях, которые являются кармическими. Физики уже давно это доказали, определенные доктора, в том числе, Никола Тесла и так далее, те учителя, у которых я занималась, или по методикам, в которых я работаю, нарабатываю свои техники, вот это все доказано. Поэтому сомнения можете оставить при себе, но это не есть истина. Буду на тренинге также рассказывать об инграммах, это то, что я отдала вам информацию чуть выше по поводу пятна информационная, которая осталась на шлейфе времени, от которого мы уже ушли, здесь и сейчас, а там сзади оно осталось, и оно именно инграмма называется, или пятно, оно влияет на нас. Буду подробнейшим образом рассказывать. И возможно кто-то из вас узнает тайны собственной жизни, о которых вы и не подозревали. То есть вы поймете о своих состояниях, которые нарушают свободную циркуляцию энергии тела и так далее. Я расскажу об обедах, обедах, ловушках таких эгрегерных, куда сейчас очень масштабно погружаются люди, которые стремятся к знаниям. Возможно кто-то из вас, не забывайте, что есть эгрегеры, а есть информация вселенская. Лично я не отношусь ни к одному эгрегеру. Да, я захожу в канал, я могу оттуда взять информацию, которая не достает для меня. Но не важно Мариночка во сколько он будет, это вечером естественно будет. Но вот эту информацию она для меня для чего-то нужна. Например, когда я с 19 лет работала со снами, я очень глубоко прорабатывала эти моменты. И возможно многие из вас сталкивались с такой информацией осознанные сны, где мы во сне сами же руководим своими событиями. Так вот, мне не хватало информации о том, что пишут в сонниках и о том, что видела я и о тех событиях, которые происходили в моей жизни. И вот за дополнением я пошла в канал, научившись определенным практикам, пройдя определенное обучение. И мне была дана новая техника, которая является эксклюзивной. И таких эксклюзивных техник у меня много, и практик, в том числе, лично моих. И сейчас это расшифровка сна, особая расшифровка сна. Я ее даю тем, кому сны снятся постоянно. Потому что через сны, дорогие мои, ангелы с нами общаются. И они нам дают определенную информацию, которую нужно использовать не через год или через месяц. Внимание! А сегодня и завтра. Кто-то из вас об этом догадывался? Именно сегодня и завтра. Именно этой информацией ангелы, наши собственные ангелы делятся с нами. А мы люди, не имея возможности по тем или иным причинам правильно понять или расшифровать сон, не пользуемся этой информацией. И вот на своих консультациях, на занятиях я, естественно, делюсь этой расшифровкой. Мы правильно раскладываем, так как это индивидуально. Я не могу сейчас даже в примере вам рассказать, что и как. Это очень индивидуально, очень глубоко и работает больше, чем на 100%. Так, основные цифры какие, спрашивает любовь. Основных цифр нет, важны все цифры. Все и дополнительные, и цифры даты рождения, и в квадрате Пифагора. Любовь, которая написала, что у нее 26, 08-63, у вас одна шестерка, одна восьмерка, а у вас две восьмерки. То есть, у вас три, так, у вас две восьмерки и две шестерки. То есть, у вас четыре ошибки из прошлых воплощений. Вам этот тренинг не обязательно нужно. Ну, если вы не хотите, например, идти на индивидуальную консультацию, ну, например, то на тренинг обязательно. Кстати, ребята, цена тренинга благодаря Надежде мы поставили намного ниже. Не 3600. 3600 – это его полная цена. Так идут новогодние скидочки. Потом по ссылке в конце сегодняшнего вебинара вы увидите, что там намного меньше. И я думаю, вас это приятно удивит. 17-го тренинг. Если все складывается хорошо, 17-го числа. Так, читаю еще. Как я считаю, Сергей, эти цифры? Ну, я проходила определенные тренинги, определенные знания получала и научилась считать. Жду вас на консультации и расскажу, сколько у вас чего. С удовольствием расскажу. Любовь хочет научиться зарабатывать деньги и хочет помогать делать любовь счастливыми. Это то, что вы, ребята, написали, когда я вам сказала про мою цель. Замечательно, Любочка. Да, это очень хорошая цель. Только немножко поначать зарабатывать деньги. Вот тут у вас некорректно. Разрешите, я вас исправлю. раскрыть свои способности и пребывать в процветании или притягивать деньги через энергию счастья. Вот так можно описать. Помогая другим людям быть счастливым. Вот это запишите себе и вот постоянно повторяйте вот эту цель. и обязательно вас приведут к людям, к знаниям, к событиям, которые будут направлены на исполнение вашей цели. Это очень важно. Так. У Сергея получалось вводить в транс некоторых людей и это получалось. Но учитывая, что вы не владеете определенными знаниями, Сережа, то есть скорее всего вы не инвестировали на ту десятую часть за 10 лет, которую вы зарабатывали. Куда-то там сливали ее не знаю на что. Поэтому вам просто нужно немножко поучиться. Я думаю, у вас все получится. Это не имеет значения в каком возрасте начать. Ребят, я хотела затронуть еще два момента. Есть душа. Так вот 30 лет, 42 года и 60 это переходные периоды души. И вот в этот период начинается в жизни закипание. Что хочу, не знаю чего. Что-то требует, что-то происходит, понять не могу, что. Именно в этот период, если вы не идете своим путем, душа от вас требует конкретных действий. Конкретных знаний по поводу себя. И вот ей нужно разрешить. Надо ей это дать. Ну, Марин, это ваш выбор. Выбирайте тренинг в записи и вообще, если он не будет 17-го, я его перенесу на 22-е число. То есть, это приблизительная дата, 17-е, и никакого значения к вашим тренингам, которые вы по вечерам проходите, оно не имеет. вот эти кармические тренинги я веду каждый месяц. Следующий будет 9-го января или 9-го или 10-го января, но там цена уже будет 4200, потому что очень много информации и она очень дорогая. Это просто подарок. Вот там две с чем-то надежды сделала для вас лично. это даром. Так, окей. Нет, он, скорее всего, будет после. Это будет 20 по Москве. 20. Но не вопрос во времени. Есть всегда запись, и в записи тренинги лучше просчитывается. Итак, ребята, мне сейчас важно знать один момент от вас. Вот кто действительно хочет, первое, просто ставьте единички, если согласны со мной. Кто хочет усилить свой канал интуиции, ставьте единичку. Кто хочет установить контакт с телом, например, нет четверок, не слышит, не понимает подсказки тела, когда оно говорит, например, болит или какая-то боль, порезался, слегка ударился и не понимает. То есть установить контакт через тело, считывать информацию и использовать ее для себя, ставьте двоечки. Троечки ставьте те, кто понимает, что у него страдает самооценка, уверенность в себе и развитие прекратилось на каком-то этапе. Не развивается человек и хочет повысить самооценку, повысить свои, раскрыть таланты. Троечку. Четверки, кто готов уже на сегодняшний день узнать свое предназначение. Вот как у меня в свое время было, когда я узнала, что я архитектор кармических судеб. Для меня было важно услышать это где-то как-то, слова. Я это чувствовала, понимала, но вот мне все, я носилась с вопросом, где мое предназначение. Я не спала, не ела, я не задавала других вопросов, я жила с вот этой мечтой. То есть четверки это предназначение. Пятерки. Кто хочет помочь другим людям, сделать их счастливыми, наработать у других людей какие-то там качества, которые отстают, развитить их других людей, помочь им разобраться в своем прошлом, например. Вот это пятерки. Ну и шестерки, кто хочет быть ясновидящим, яснослышащим, повысить проточность, общаться энергично с природой, с собой, с другими людьми, то есть жить в гармонии с собой, жить в гармонии со всем окружающими тебя моментами. Вот это очень-очень важно. уметь находиться в моментах здесь и сейчас. Замечательно, дорогие мои. И шестерок есть, и пятерки есть, и четверки есть, и одинички есть, и двоечки. Я рада. Я рада. Я рада. То есть у вас, я вижу, троек нет. Это для меня важнейшая информация, потому что понимаю, что вы уже имеете свою самооценку, вы цените себя, вы понимаете, для чего вы в этом мире. Значит, вы уже разбираетесь в своих талантах, чувствуете свои способности, готовы их раскрыть, поэтому нет троек, а есть вот то, что не хватает. Я рада и приглашаю, сами разбейтесь, кто куда, на консультации ко мне, на индивидуальные консультации, которые на сегодняшний день они очень дорогие, но 2,600 это совершенно маленькая цена, кто действительно хочет, вот особенно первое, усилить канал интуиции, и кто двоечки поставил, единички и двоечки. и четверки тоже, для понимания предназначения, это все-таки консультация, я к сожалению не могу найти файл, он куда-то исчез, по консультации, 4, 5, но кто хочет найти свое предназначение, или кто поставил цифру 6, то есть помогать людям нарабатывать свои новые качества, помогать людям развиваться, расти и так далее, я делюсь на курсе, который начнется 25 числа, но я 25 числа высылаю 4 урока в записи, а 9 или 10 января мы уже начинаем работать плодотворно, вживую, глубоко, и на этом курсе я буду делиться своими методиками, своими наработками, результатами моих учеников, я буду помогать вам раскрывать способности себя и других, я буду показывать, как правильно корректировать эмоции собственные и эмоции других людей, как увидеть, где эти эмоции спрятаны, вот как я увидела на примере с Сергеем, когда рассказала о его пятнадцатке и он подтвердил мои предположения, я так говорю, да, но это были точные конкретные факты, то есть я показываю, я вижу недостатки человека и буду вас этому обучать на тех системах, которыми на сегодняшний день владею сама, то есть вы будете определять не только пути своего собственного развития, но и помогать другим людям развиваться, вы сможете понять, почему в тот или иной период вашей жизни вы вели себя именно таким образом, почему в той или иной сфере вашей жизни вы по каким-то причинам не смогли сгармонизировать себя и пространство и были в минусе, то есть все это я буду рассказывать. Я дам четыре предназначения, потому что у нас, к сожалению, оно не одно, если кто-то думает, что оно конкретное одно, быть доктором, целителем или быть, например, учителем. Нет, дорогие мои, предназначений у каждого человека несколько. Если кто-то вам будет доказывать, что предназначение одно, к сожалению, это неправда. Буду говорить о предназначении, буду показывать, где оно скрывается, какие цифры, куда накладывать. Вот это то, что Сергей спрашивал, «А расскажите мне, где, куда?» «Да, расскажу на 16 уроках в течение двух месяцев. Я вам, Сереж, расскажу все». То есть, вы просто обалдеете от той информации, которую я вам дам, и которую потом вы будете использовать для возможных потенциальных учеников, начиная с ваших близких, с близкого круга, и потом ее будете нести дальше. Вот это то, что вы сможете отдавать на курсе. Извините, то, что сможете сделать с помощью этого курса. Но самое главное, как мне кажется, быстро определять болезненное состояние. Потому что, когда методик много, цифр много, расчетов много, можно очень легко запутаться во всей этой каше. Я буду конкретно показывать, где начало. В последнее время ко мне приходят, вот именно последние недели две-три, люди, которые были на консультациях у других учителей и рассказывают, что учителя им давали. И у меня огромнейшее удивление, почему учителя начинали с середины. У меня просто недоумение, у меня шок. Когда такой человек один, можно не задумываться над этим вопросом. Но когда на протяжении трех недель приходит там семь, восемь, десять человек, и та же самая проблема их начинает лечить с середины, как если бы вы пошли к доктору, и у вас там был перелом. И вместо того, чтобы остановить кровь, доктор бы начал, начал, или, например, на место кости сложить, доктор бы начал, ну я не знаю, смотреть вашу печень и говорить, а это у вас из-за печени перелом, давайте полечим вашу печень. Вот то же самое у меня в последнее время. Говорят правильно, но почему-то не сначала. И вот на курсе я буду рассказывать, как определить из всего хаоса этих методик, и огромного количества цифр, найти вот эту первоначальную проблему болезненного состояния, то есть откуда корни растут сегодня, здесь и сейчас. И правильно ее расшифровать, правильно ее преподнести. На курсе буду давать очень много практик. Повторяю, что курс длится два месяца. Это 16 уроков. Каждый последующий урок, он более глубокий, он более сложный, он более тяжелый, но на первых четырех уроках, которые я даю 25 числа, вы сможете научиться рассчитывать все свои числа, все матрицы, в том числе квадрат Пифагора. Вы сможете разбираться, что у вас так, а что у вас не так, и понимать, с чем нужно начинать работать. То есть первые четыре урока все-таки предназначены для вас, для понимания расчета и для того, чтобы вы справились со своими собственными проблемами. Ясновидящим и яснослышащим помочь всем все хочется. Ага, Сергей, да, хорошо, 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 что такая цель есть. Итак, первая ступень. Сегодня она, только сегодня, ребята, только 24 часа, это скидка 10%, 4-400 рублей. Вы можете прочитать моменты по первому блоку или первой ступени четыре вводных урока, в которых вы работаете непосредственно сами собой и обучаетесь расчетам. Это такие легкие, спокойные уроки, и поэтому цена здесь такая вот спокойная, невысокая. Вы узнаете о родовых энергиях, ваших, в вашем роду, о своих собственных энергиях. Вы узнаете, как энергии неба, которые проходят по каналу сушумно-энергетическому столбу, соединяясь с вашим каналом земли, который проходит горизонтально земле, как они влияют и как они в вас именно пересекаются, что они делают с вами. Вы узнаете о влиянии чужих энергий в вашей жизни, на вашу собственную жизнь, на ваши сферы. Также я буду говорить о психоматрице, расчет, рассчитывать энергетическую формулу и четыре предназначения я тоже включаю в первую ступеньку. Это такая объемная широкая информация и все это в первой ступени. Во второй ступени я уже начинаю рассказывать про карму, про судьбу человека и я даю понимание, что такое карма грабли, то есть на те же самые грабли, повторения ошибок и второй образ кармы это зеркало, когда встречается человек, который вас отзеркаливает, он вам показывает, что у вас не так и вы в зависимости от того нужно вам выучить урок или не нужно, вы убегаете, вы боретесь, вы принимаете и правильно анализируете или правильно анализируете, то есть одно из четырех, если вы выбираете четвертое, вы правильно анализируете и принимаете, карма снимается. Вот эти моменты я буду рассказывать очень глубоко, очень подробно. И переходы кармических аспектов в судьбу человека, то есть каким образом информация того шлейфа переносится на нас, людей. Дальше я даю техники, практики, об этом я уже сказала, как переделать энергии минусов плюс, как раскрывается задача человека, какие инструменты можно использовать для раскрытия. Я рассказываю очень глубоко про число жизненного пути, как она работает, то есть задачу каждого числа и инструменты для исполнения этой задачи. Очень интересная вторая ступень, более сложная, более насыщенная, и поэтому она стоит 7500. Это тоже 4 урока, которые начнутся уже вживую 9 или 10 января, сразу после праздников. А во время праздников вы просто смотрите, анализируете, просчитываете первую ступеньку, прорабатываете. Ну и третья ступенька включает в себя 8 уроков, в которые входит уже определение болезненного состояния или ситуации человека за первые 5 минут, как это сейчас делаю я. Ну правда я не за 5 минут делаю, я делаю за полторы минуты. То есть начало, найти начало в том хаосе, который я говорила. Потому что цифр очень много, предназначение H4, есть еще психоматрицы и так далее. Я учу, это я уже обучаю, как вот найти вот эту золотую серединку. Корректировка эмоций, рассказываю, показываю мои практики, делюсь теми практиками, которые я получаю, до сих пор получаю из канала. Даю новую информацию, которая уже на тот момент она будет, скажем так, сейчас она еще новая, а на тот момент она будет устаревшей через месяц, потому что у меня каждый месяц обновляется информация, то есть будет какая-то новая информация само собой в третьей ступени. Я буду рассказывать, как правильно развиваться человеку, на что обращать внимание, буду давать варианты погружения, буду давать практически пошаговые рекомендации для исцеления той или иной области человека и показывать, как преодолевать привычки негативные, как программы, как бороться с ними, точнее не бороться, а анализировать, как освобождаться от ложных убеждений и так далее. Естественно, мы будем смотреть место расположения этих привычек, убеждений и программ. И именно это вы сможете доносить уже другим людям. То есть моменты по консультированию я тоже обязательно включаю, но уже в третью ступень. Я не знаю, почему стоит здесь 15 декабря, скорее всего, моя помощница ошиблась, 25 декабря. 25 декабря начинается программа «Первая ступенька». Ее я высылаю в записи. Так что, дорогие мои, те, кто поставил шестерочки, а вас достаточно таки много, вам сегодня предоставляется скидка 10%. И любой продукт, который вы приобретаете в течение 24 часов, я вам даю в подарок мою практику на готовность. Ее, к сожалению, Надежды нет, она у меня. То есть после того, как вы покупаете любой подарок, еще до консультации, до тренинга или до курса вы получаете эту практику на готовность и ваши привычки, которые вы, например, не могли преодолеть, от которых не могли освободиться долгое время, или страхи, которые вас держали и цепляли, не позволяли вам идти дальше, или какой-то взгляд, который, ну вот, блокировал ваши действия. Вот после этой практики вот это все уходит. Привычка, страх или блок. Они уходят. Очень мощная практика, я ее даю подарком, сегодня впервые я это делаю, такой мощный подарок, потому что на самом деле она у меня была в продаже по 2-400 рублей. Чтобы не разъединять, кто там купит первую ступеньку, только первую ступеньку сегодня приобретаем, кто купит консультацию или приобретет тренинг кармический, чтобы не делить вот это, не заниматься дележкой, любой продукт, который вы покупаете, вы в подарок получаете вот эту практику, которая стоит 2-500. 2 минуты буквально про курс. В общем, что вам даст понимание через 2 месяца, когда вы заканчиваете этот курс. То есть вы видите матрицу человека, в том числе самого человека целиком, сразу. Ориентируясь только на его дату рождения, имея, точнее, от него. Второе. Вы будете разбираться в комбинации разных ходов, а также разных чисел при составлении матриц и при накладывании их одна на другую. То есть вы, когда есть непонимание, а что здесь не так, в чем здесь проблема, если человек ее не озвучивает. Я покажу вот эти комбинации, и вы сможете разобраться и помочь. Причем помочь правильно. Третий момент. Вы будете разбираться и понимать цифры, уметь их расшифровывать, за которыми скрываются программы, привычки, реальные проблемы. понимать, где они расположены в зависимости от местоположения. Анализ правильный производить. Дальше. Вы сможете шестерочки, я сейчас рассказываю, для тех, кто поставил шестерки, дорогие мои. Вы сможете углубляться в конкретный запрос человека. То есть если к вам человек приходит конкретно, да, вот я знаю, у меня в прошлом было то-то и то-то. Я научу отталкиваться от этого момента и настраиваться энергетически, то есть уже не по цифрам, а энергически так, как я настраиваюсь на вас, когда вы мне рассказывали, когда вы мне прописывали свои проблемы. Это легко, поверьте мне, это легко. В этом нет никакой сложности. Это могут все. Сразу вам говорю, все. Мы все энергетические существа. просто наше тело это та твердая субстанция, в которой живет душа. Ну вот это вот энергия. А все остальное это энергия. На самом деле энергия, если у вас энергия, у меня энергия, мы можем пересекаться легко. Поэтому вы сможете чувствовать внутренний вид человека, интуитивно понимать, какой он. Да, если вам нужно определить, он лысый, белобрысый или у нее длинные волосы, или короткие, или настроиться на голос и понять, какой это человек. Это все можно видеть. Есть видящие, есть чувствующие, есть кинестеты. Я этому всему обучаю. Ну и конкретные, индивидуальные, практически пошаговые рекомендации для гармонизации как жизни в общем, так и конкретно отдельно сферы жизни или конкретного органа, чтобы человеку было лучше, легче жить, чтобы он понял, в чем его ошибка и смог в дальнейшем преодолеть эту ошибку, выйти на новые вибрации, помочь, в первую очередь, самому себе. Вот. Так что, ребята, кто хочет помочь себе, в первую очередь, конечно же, и потом помогать другим, то есть те, кто поставил шестерочки, я вас приглашаю на этот курс. Чтобы вы понимали, сейчас я сделаю, после маленького перерыва, я сделаю энергетическую практику вместе с вами, мы очистим свежие накопившиеся инграммы, то есть эта практика будет корректирующая тот негатив, который вы по тем или иным причинам подсобирали последние несколько дней, ну, возможно, кто-то неделю, две недели, если у вас было спокойное состояние. Вы увидите, все увидите, я вам это гарантирую, потому что со мной все видят, даже невидящие ребята, потому что не все могут видеть изначально. Вы увидите, что у вас было, что за энергетическое тело на самом деле на вас одето и какое другое, хоть другого типа энергетическое тело вы после этой практики оденете новое, вы это все увидите. Сейчас на слайде я выставила мой сертификат, чтобы у кого-то из вас не было сомнений по поводу того, что все-таки я тренер сертифицированный и являюсь мастером реинкарнационной терапии. У меня это после уже того, когда я определила свои таланты, когда я поняла, что я архитектула кармических судеб, естественно, мне нужно было получить сертификат как доказательство того, что я умею это делать. Ведь уже после этого я приобрела. Но до этого я раскрыла потенциал, я могла наработки сделала свои собственные и многим людям помогла выбраться из той песочницы или из того болота, в котором они находились на тот период своего времени. И помогла им сделать это не в течение семи лет, как это случилось у меня, а в течение трех месяцев до двенадцати. Буквально две минуты практики, ребята, и мы начинаем, две минуты, извините, перерыва, и мы начинаем нашу практику. На перерывчике, да, еще такой момент, если вы хотите купить два продукта, то я тоже вам сделаю определенную скидку, но для начала надо приобрести один продукт. Один. Потом на второй продукт мы уже обговорим, каким образом и какую скидку я буду делать. Но вот эту скидку на второй продукт, внимание сейчас, ребята, внимание, я буду делать в том случае, если вы оставите заказ, сейчас идет речь о заказе, заказ до конца нашего, нашей встречи. Тогда на второй продукт вы получаете определенную скидку. Так что, ребята, я жду ваших заказов до конца нашего обучения. У нас осталось приблизительно минут 20. Я не думаю, что есть смысл это делать во время практики. То есть сейчас кто решился, кто прочувствовал, кому это нужно, кто действительно готов что-то изменять в своей жизни, кто готов узнать себя, кем он действительно является, оставляйте свои заказы и ожидайте моей практики через пару минут. Спасибо. за субтитры за субтитры Продолжение следует...